Здравствуйте, друзья, Лос-Алтас, Калифорния, Портнов Компьютер Скул, заветные вот тут ящичек, вот это номера социального страхования, вот видите, с красной полосой, это грин карточки приходят, может и ваша, когда придет, тут у нас в целости и сохранности, но у меня сейчас в руках три номера социального страхования, вот эти три конвертика, вот они, вот видите, номера социального страхования, я могу даже открыть, чтобы вам показать, как это выглядит, приходит, значит, такая карточка, карточка, аж пожелтела, пока тут у меня лежала, я сейчас расскажу, что к чему, вот, значит, вот это вот, вот это вот, вот это карточка социального страхования, она тут, видите, тут так оно складывается, тут перфорировано, вот это все перфорировано, вот так оно складывается, карточка отсюда выдирается, когда у вас будет карточка, если еще не было, вот вы с ней вот так поступите, советуют вообще, знаете, карточку, вот она родная, вот она, советуют ее скопировать и оригинал спрятать, а пользоваться копией, потому что, хотя я не знаю почему, можно всегда другую получить. Так вот, конверт. Этот конверт нам отправлен 30 августа 2016 года. Хочу сказать, что сейчас уже середина июля 2018. То есть, грубо говоря, два года лежит. Это на одну семью. Вот тут их Артём Евгеньевич, Евгений Леонидович и Елена Владимировна. В общем, вот их тут трое. Это одна семья с одной фамилией. Но поскольку два года прошло, я им в скайпе написал, они у меня в скайпе есть. Я могу даже пока мы с вами тут сидим, на всякий случай еще, потому что мы пришли в такую точку, когда нужно... Нет, не вижу. Я по фамилии пытался... В общем, я не знаю, что с этим делать. В конце концов, ну, они тогда себе новые запросят. Но если бы им нужны были номера социального страхования, я думаю, что двух лет достаточно. Что с людьми стало, я не знаю. Вот, но как бы я думал, снимать сюжет, не снимать. Вот какое-то изуверство такое мы производим. Ну, придется, значит, придется уничтожить. Потому что я тоже долго не могу держать. И некоторые сказали бы, отдайте мне. Я говорю, друзья, это уже будет фронт. Это уже будет журничество. А так я просто... Ну, тут не раскрывая. Не раскрывая. Ай, господи, боже мой. Не раскрывая. Все так вот. Идем. По частям. Там, где веник не ломается всей ручкой, ломается ручка по частям. Такая вот экзекуция в отношении номеров социального страхования на семью из трех человек. Ну, наверное, у них все хорошо. Анна Леонидовна, как вы думаете? Конечно, все хорошо. Анна, как? Было бы плохо. Они бы пришли, правда? Видимо, их грин-карты к нам не попали. Потому что обычно приходит и грин-карты, и номер социального страхования, и все к нам сразу сюда. Может быть, они где-то меняли адрес. Может быть, у них грин-карты пришли куда-то, а номера социального страхования потом поменяли еще адрес, получили в другом месте. Не могу сказать. Не знаю ни ответа, ни привета. В общем, ничего такого. Может, по-русски написать не помню. В общем, да, вот он. Он у меня по-русски тут прописан. Значит, 14 июля. 14 июля. Вот, 2017 года. 17. Ровно год назад. Сегодня 17 июля. Ровно год назад. 14 июля. Я говорю, карточки будете забирать? А вот перед этим у нас тут переписка. Так он не ответил? Нет, на этот он не ответил. Значит, последний раз, когда он что-то написал, это было 29 мая 2015 года. Вот у меня тут на экране 2015 года пишут, предварительные заявки заполнили. Я не знаю, куда они их заполнили, для чего готовят. От нас что-нибудь требуется на этом этапе. Я говорю, приезжайте. И 29 мая 2015 года он пишет. Спасибо, готовимся. Через год, в августе, значит, нам чего-то прислали. Он, видимо, учиться у нас собирался. А, вот вся переписка у нас тут. Первое сообщение. Здравствуйте, Михаил. Выиграли в гринкарт-лотерею DV 2016. Очень хотим учиться в вашей школе. В какое должное для вас время можно постучаться для предварительной беседы? Евгений и Елена. Вот. Ну и, значит, я говорю, форму... А, там мы в то время скидку давали для тех, кто там... Я говорю, вот форму заполните для скидки. Чего не знаете, поставьте нолики. У нас была такая формочка. Вот. И они, говорит, заполнили что-то нужное. Я говорю, приезжайте. Что случилось с людьми? Так что, вот, такие дела. С сожалением, но с надеждой на то, что все нормально у людей. Счастливо, ребят.